Добрый день, дорогие многоуважаемые подписчики, а также те, кто зашел на мой канал совершенно случайно. Наконец-то мы возвращаемся к любимой моей теме разоблачительным роликам лунной американской аферы. Сегодня начнем мы со стыковочных узлов, которыми была оснащена вся связка, летевшая к Луне и возвращавшаяся оттуда. Сегодняшний узел, который применяется на Союзах и на МКС, притягивает 7-тонный аппарат «Союз» с усилием в 16 тонн. С каким же усилием надо было притянуть американский 15-тонный лунный модуль, как они утверждают, и где бы можно было посмотреть на эту тему разговор. Также мне интересно возражение Хиви Наса на эту тему, которая звучит так, мол, узел американский был настолько слабенький, что не мог удержать нагрузку, перегрузку, так скажем, во время работы двигателя J2 при разгоне к Луне. Напомню, двигатель работал около 400 секунд и разгонял аппарат с первой до второй космической скорости. Вы можете легко найти формулы, чтобы посчитать эту перегрузку, можете применить сокращения математические, а можно подумать вот таким образом, значит, очень бытово. Если вы едете на автомобиле со скоростью 90, ну, 89 км в час, то есть это сокращение от 8,9 км в секунду первой космической, и вам нужно разогнаться до 110, то есть набрать вот эту скорость дополнительную в 11 км в час за 4 секунды. То есть время надо тоже сокращать. Какую же вы испытаете перегрузку? Никто внятно на это не ответил, но посчитать можно, и, смею вас уверить, перегрузка совершенно несущественная. Мне было бы интересно, если бы американские астроноты где-то выложили, рассказали и показали нам, как они в течение этого разгона, этих 400 секунд, ощущали эту перегрузку, как они ее показали, значит, своим зрителям. Они же так много снимали на видео и в кораблях своих в том числе. Но это рассуждение, а сейчас видео о стыковочном узле, а затем о китайском лунном автомате. Приятного просмотра! В глубине кадра можно увидеть проем шлюза, соединяющего лунный модуль с командным модулем. Одним из важных доказательств несоответствия в конструкции корабля является механизм стыковочного узла командного и лунного модуля. На рисунке мы видим переднюю часть стыковочного механизма, конструкция которого позволяет втягивать и вытягивать лунный модуль при стыковке и расстыковке. Это круглое отверстие шлюза в стыковочном узле в диаметре составляет 27 дюймов, а НАСА утверждает, что там было 32 дюйма. Однако конструкция шлюзового проема такова, что ее реальный диаметр составляет не 27 дюймов, а 24 за счет выступающих деталей внутри шлюза. Вот так выглядит проход через стыковочный шлюз астронавта в лунном скафандре в представлении художника НАСА. Диаметр шлюза здесь обозначен как 27 дюймов, но мы видим, что конструкция шлюза такова, что реальный диаметр его отверстий значительно меньше заявленного. Астронавт в скафандре, раздутом кислородом, с ранцем жизнеобеспечения в реальности не смог бы протиснуться через это шлюзовое отверстие, не повредив скафандра, а выступающие металлические фрагменты деталей, которых достаточно много было на пути его прохождения из командного отсека в лунный. Одна из этих многочисленных выступающих деталей на стенках шлюзового прохода видна на этой фотографии лунного модуля, снятой в музее космонавтики в Вашингтоне. По утверждению сотрудников музея, диаметр этого шлюзового проема, как говорилось раньше, равен 27 дюймов. И когда автор фотографии попросил разрешения у директора музея Аллена Надала самому измерить диаметр этого отверстия, то тот не позволил ему это сделать. Он был почему-то очень встревожен и раздражительный, категорически запретив подойти ближе к лунному модулу. И вот эта дыра в середине, значит, коробки, похожая больше на сопло или объектив какой-то, и есть стыковочный узел, который должен держать этот 15-тонный агрегат в нормальном состыкованном состоянии. Китайский космический аппарат ЧАНЕ-4 совершил мягкую посадку на обратной, невидимой, стороне Луны. И сразу же весь мир облетела сенсация, ссылаясь на сделанные лунным зондом снимки, ряд китайских ученых и политиков поставили под сомнение факт посещения американцами в 1969 году естественного спутника Земли. Изучив эти фотографии поверхности Луны в том месте, где якобы побывали астронавты лунной американской программы Аполлон, китайцы категорически заявили, что вся эпопея с высадкой человека на Луну, это тщательно продуманная мистификация с целью обмануть мир. По крайней мере, сообщается о том, что 2000 высших партийных функционеров КПК написали официальное обращение к правительству США, в котором попросили от американцев объяснений по поводу так называемой легендарной высадки членов экспедиции Аполлон на Луну. В документе, подписавшие петицию, выразили сомнение в том, что астронавты когда-либо вообще были на спутнике Земли. В частности, об этом заявил один из бывших партийцев КПК Бао Тонг. Но самое удивительное, что сразу после этого последовало заявление известного российского изобретателя и общественного деятеля Юрия Мухина, утверждающего, что у нас в стране давно знали об этой мистификации. Так что же, правы, значит, были сторонники так называемого лунного заговора, которые вот уже на протяжении 50 лет утверждают, что не было никакой высадки американцев на спутник Земли. Общепризнанным фактом является то, что в 1960-е годы советская космическая программа на порядок опережала аналогичную американскую. Именно в то время американское руководство и провозгласило цель своих космических амбиций. Если не удалось первыми выйти в космическое пространство, значит, нужно попытаться стать первыми хотя бы в высадке на Луну. Но на момент, когда СССР первым вышел в космос, США в своих попытках догнать его находились на достаточно среднем уровне как научного, так и ракетного развития. И только когда проигрыш оказался очевидным, американцы дали карт-бланш Вернеру фон Брауну, который до этого просто простаивал, находясь в тени, по причине своего фашистского прошлого. Каким же образом США удалось так быстро сигануть не просто в космос, но аж на Луну, единственный способ, как подсказывает логика, фальсифицировать высадку, в чем до сих пор уверено огромное количество населения планеты. Кстати, в сети уже появилась якобы закрытая переписка между Пекинским центром управления космическими полетами и Космическим центром имени Кеннеди во время совершения китайцами полета ракеты-носители Чинчжен-3В с лунным зондом Чанэ-4 на борту, вплоть до посадки последнего на поверхность Луны. Пекинский ЦУКП сообщает о том, что аппарат Чанэ-4 якобы планирует провести комплексное обследование, которое будет включать разнообразные наблюдения, изучения и так далее, в том числе и исследования места посадки корабля Аполлон-11. В ответ специалисты центра Кеннеди, обращаясь к китайским коллегам, настоятельно не рекомендуют им проводить обследование места посадки Аполлона-11, в связи со сложными ландшафтными и геомагнитными условиями, которые якобы могут угрожать проведению экспедиции. И уже 5 января пекинский ЦУКП якобы сообщает о том, что Чанэ-4 достиг обозначенного места. Следов посадки Аполлон-11 американского флага там не оказалось, как вы можете это объяснить, вопрошают китайцы. Вообще, еще 10 лет назад следов американского присутствия на Луне не обнаружили также и японцы. Их автоматический зонд Кагуэ тоже запечатлел пустые места, в которых должны были приземляться астронавты, не остатков оборудования или ступеней ракет, никаких бы то не было следов, вообще ничего. Надо заметить, что в спорах о том, были ли американцы на Луне, длящихся уже почти 50 лет, принимали участие самые разные специалисты, старт-космонавты, астрофизики, специалисты в области космической связи, уфологи и многие другие. И, конечно же, журналисты, один из них, весьма серьезный телеведущий, экономист, депутат и политик Алексей Пушков, подготовивший в свое время, больше года назад, ряд передач на эту тему. Так вот, Алексей Константинович тоже считает, что американцы на Луне не высаживались. С другой стороны, космонавт Алексей Леонов, например, убежден в том, что они там были, о чем тоже не раз высказывался в своих интервью. Где же правда, и кому верить, остается только подождать, пока китайцы проведут тщательное расследование и анализ полета Чанэ-4, а также экспертизу привезенных материалов и снимков, сделанных на Луне. Тогда, может быть, что-то и станет ясно в общем. А теперь, друзья мои, второй сюжет сегодняшней программы о возвращении СМКС. И хоть впрямую это Луа Фасру не разоблачает, но я вас уверяю, ни в одном из американских объяснений, фильмов, дневников, астронотов вы не найдете такого подробного и пошагового объяснения, что и как происходит с ощущениями космонавтов от этого спуска. Так что смотрите, удивляйтесь. Мы ставим аппарат во время атмосферного участка и нужно, чтобы при соударении с землей не было какой-нибудь такой аварии или взрыва, микровзрыва, то лишнее рабочее тело сбрасывается. То есть это не является, не дай бог, нештатной ситуацией. Вот отстрел лобовой теплозащиты, то есть это примерно 5,5 километров. Да, 5,5 километров. Каждый день, начиная с ноября 1998 года, Международная космическая станция вращается вокруг Земли со скоростью 28 тысяч километров в час. После нескольких месяцев пребывания на борту МКС для трех членов ее экипажа наступает момент возвращения на Землю. Путь домой в спускаемой капсуле корабля «Союз» занимает 3,5 часа. Этому предшествует серьезная подготовка как в космосе, так и на Земле. Штатным полигоном посадки кораблей «Союз» является Казахстан. На Земле группа специалистов тщательно готовит эту операцию. Взяв за основу текущую орбиту станции, они выбирают наиболее подходящую зону посадки на Земле. Войсково-спасательная служба обследует место посадки, чтобы убедиться, что поверхность ровная, и на ней отсутствуют препятствия, способные затруднить приземление. Эта служба может выполнять свои функции даже в экстремальных погодных условиях. После завершения анализа всей информации рассчитывается оптимальная траектория возвращения с орбиты. За неделю до отстыковки корабля «Союз» от станции, инструкторы и персонал подмосковного Центра управления полетов проводят с экипажем тренировочную сессию и занятия на бортовом тренажере. Во время этой сессии членам экипажа напоминают о наиболее важных действиях, которые им предстоит выполнять в ходе спуска. Экипаж внимательно просматривает процедуры каждого критического этапа, в том числе и те сценарии, которые могут закончиться срочным спуском с орбиты. Экипажу сообщают такие последние детали, как возвращение домой, как условия на полигоне посадки и точная циклограмма включения систем. Экипаж проводит тестирование корабля «Союз» и приступает к укладке возвращаемых на землю грузов. Затем корабль расконсервируется, и экипаж начинает подготовку к расстыковке. Получив указания с земли, экипаж прощается с коллегами, остающимися на орбите, и закрывает люк, отделяющий бытовой отсек корабля от станции. Люк тщательно проверяется, чтобы убедиться в отсутствии утечек, которые могут привести к неожиданной разгерметизации корабля. Члены экипажа одевают скафандры и переходят в спускаемый аппарат, где они будут находиться во время возвращения на Землю. Бывалый астронавт Франк де Винне теперь возглавляет Европейский центр астронавтов в Кёльне. Он хорошо помнит те эмоции, которые он испытывал непосредственно перед покиданием МКС. Сегодня я действительно возвращаюсь домой. Конечно, в предшествующие дни ты готовишься к спуску, просматриваешь процедуры и радиограммы, но только в тот момент, когда на тебе надет скафандр, и уже закрываются люки, осознаешь, что через 4 часа будешь опять на Земле. Теперь и экипаж, и корабль готовы к расстыковке. Российский сегмент станции имеет несколько стыковочных узлов для размещения кораблей «Союз». В этом примере корабль собирается отстыковаться от так называемого служебного модуля. В этом случае отстыкованный «Союз» занимает орбиту ниже станции. Также увеличивается орбитальная скорость корабля. Бывает, однако, что «Союз» пристыкован к станции снизу. В этой ситуации приблизительно за 40 минут до расстыковки изменяется ориентация станции. Затем «Союз» отстыковывается и занимает более высокую орбиту, а его скорость уменьшается. В обоих случаях, через один виток вокруг Земли орбиты пересекаются, но из-за разницы в скорости, станция и «Союз» прибывают в точку пересечения в разное время. Этим исключается возможность их столкновения. При готовности руководитель полёта выдаёт экипажу разрешение начать расстыковку. Командир экипажа выдаёт команду на открытие крюков «Союза». Это те единственные механические устройства, которые удерживают корабль на станции. Приблизительно через 3-4 минуты крюки полностью открыты, и «Союз» более не пристыкован к станции. Комплект толкателей, механически сжатых в состыкованном состоянии, мягко отталкивает «Союз» от станции с относительной скоростью 12-15 см в секунду. Расстыковка подтверждена в 21 час 56 минут. На небольшом расстоянии от станции включения двигателей «Союза» заблокировано, чтобы отключить загрязнение МКС-остатками химических продуктов, выделяемых двигателями корабля. Экипаж получает визуальное подтверждение расстыковки, наблюдая за телевизионным изображением с внешней телекамерой и контролируя индикаторы на мониторах. Астронавт Эка Пауло Несполи возвратился на Землю на корабле «Союз» по завершении экспедиции 27. На самом деле я не почувствовал отстыковку от станции. Физически я ее не почувствовал. Отход корабля обеспечивается внутренними пружинными толкателями. Вы не хотите, чтобы двигатели включались вблизи станции и чтобы все было забрызгано. Таким образом, вы просто как бы уплываете. И мы лишь контролировали оборудование и изображение с внешней телекамеры и проверяли, чтобы «Союз» находился внутри коридора отхода. Я действительно ничего не ощущал. Я только осознавал, что долгий путь возвращения на Землю начался. Тремя минутами позже, когда корабль отошел от станции, приблизительно на 20 метров, экипаж наблюдает включение двигателей на 15 секунд, что увеличивает скорость расхождения до 2 км в час. В результате «Союз» уходит на безопасное расстояние относительно станции. После расстыковки Центр управления полетов закладывает в бортовой компьютер данные, необходимые для автономного спуска. Экипаж постоянно ведет связь с Землей и проверяет введенные данные, прежде чем разрешить компьютеру их использование. На этом этапе экипаж должен уделять особое внимание подготовке к следующей критической операции — включению тормозного двигателя. Видно, что хотя «Союз» и находится теперь достаточно далеко от станции, он все еще вращается вокруг Земли на высоте близкой к высоте МКС. Цель тормозного импульса — заставить «Союз» уменьшить его скорость. Как результат, траектория корабля изменяется, и он входит в атмосферу. Атмосфера действует как естественный тормоз и выполняет большую часть работы по уменьшению скорости «Союзов» вплоть до распрытия парашютов, обеспечивая относительно мягкую посадку. Торможение выполняется главным двигателем, расположенным в кормовой части корабля, и толкающим его против направления полета. Необходимая ориентация и длительность тормозного импульса должна быть точно рассчитана и выдержана, так как они напрямую влияют на крутизну траектории спуска. И если затормозить недостаточно, то наша скорость будет все еще велика в верхних слоях атмосферы, и мы можем отскочить от нее и затем уйти обратно в космос. И это, конечно же, нельзя считать успешным возвращением. С другой стороны, если затормозить избыточно и круто войти в атмосферу, то наша скорость будет слишком высока в нижних слоях атмосферы, а расчетная температура в 2000 градусов Цельсия будет сильно превышена, и мы рискуем сгореть. Поэтому критически важно обеспечить тормозной импульс близкий к 120 метров в секунду. Для выдачи требований тормозного импульса, главный двигатель работает в точности 4 минуты 45 секунд. Теперь Союз движется по траектории, которая позволяет ему пересечь плотные слои атмосферы, обеспечивая безопасный сход с орбиты и посадку приблизительно через 55 минут. В процессе движения по этой траектории, примерно за 30 минут до посадки и на высоте около 140 километров, корабль разделяется на три части. Бытовой отсек, спускаемый аппарат и приборно-агрегатный отсек. Их столкновение исключено, и это называется безударным разделением. Только спускаемый аппарат с экипажем безопасно возвратится на Землю. Два других отсека разрушатся и сгорят в атмосфере. Процесс разделения корабля на три части занимает несколько секунд, поскольку несколько элементов должны отделиться один за другим. Эта операция обеспечивается взрывающимися переболтами. Внутри корабля создавалось впечатление, что кто-то находился снаружи с кувалдой в руках. Молотобойт сбил здесь и там, сверху и снизу, и каждые несколько миллисекунд корабль содрогался. Бэнг! 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 Интересное ощущение. В атмосфере спускаемый аппарат нагревается до экстремально высоких температур, поэтому для защиты находящегося внутри экипажа он имеет специальное защитное покрытие и теплозащитный экран в его основании. По мере увеличения плотности атмосферы, спускаемый аппарат сам собой разворачивается, и теплозащитный экран оказывается спереди. Капсула вот-вот войдет в земную атмосферу. Это будет наиболее напряженный этап возвращения домой. В момент ожидаемого погружения в атмосферу, я взглянул в иллюминатор и увидел, что мы вращались. Я немного удивился, потому что полагал, что мы должны были входить под определенным углом. Затем я сверился с процедурой, еще что-то сделал, и когда я снова посмотрел в иллюминатор, то обнаружил, что мы уже находились внутри плазмы. Цвет стал красным, и иллюминатор сильно потемнел. На самом деле поток плазмы сжег внешний слой иллюминаторов, снабженных защитными накладками. Интересное зрелище. В тот момент я на самом деле мало что ощущал. Я имею в виду, что гравитация начинает тебя захватывать, но вначале делает это очень мягко, и ты используешь ее, чтобы глубже войти в кресло, застегнуться и притянуться. Улечься в кресле. Это было интересное ощущение. Спускаемый аппарат движется по траектории, которая по форме напоминает перемещение серфингиста по высоким волнам. Как и в серфинге, Союз способен малыми перемещениями удерживать себя на трассе. Каким же образом осуществляется управление траекторией свободной падающей капсулы? Хотя спускаемый аппарат Союза и не снабжен крыльями, его конструкция позволяет изменять характер полета капсулы в атмосфере. Подъемная сила увеличивается при вращении капсулы в одну сторону и уменьшается при вращении в противоположном направлении. Таким образом, капсула способна отслеживать расчетную траекторию. Как побочный эффект, это вращение также приводит к боковому смещению капсулы. Это явление очень полезно, поскольку позволяет более гибко выбирать точку посадки. Этот боковой маневр уже учтен при расчете оптимальной траектории. На атмосферном участке спуска эффект торможения ощущается членами экипажа как возрастание их собственного веса в несколько раз по сравнению с весом тела на поверхности Земли. 4G — максимальная перегрузка в 4 единицы достигается на высоте около 35 километров. Через 6-7 минут после входа капсулы в атмосферу. Гравитация очень-очень сильна. На Земле мы не осознаем, насколько мощно эта сила удерживает наши тела и окружающие предметы. Но вы ощущаете, как она захватывает вас, когда возвращаетесь из космоса домой после длительного пребывания в невесомости. Вы ощущаете эти силы, воздействующие на вас. Вы смотрите на предметы вокруг вас, вы чувствуете, как тяжелые руки, что ваши часы весят тонну, ваши книги, все вокруг вас, ваша голова ужасно тяжела. И это очень-очень-очень сильное ощущение. В маловероятной ситуации отказа системы автоматического управления, экипажи могут воспользоваться пультом ручного управления в качестве резерва. Для этого они много тренируются. Другой вариант — это баллистический спуск. Космический аппарат начинает вращаться и движется по намного более крутой траектории без дополнительного бокового смещения. Перегрузка в этом случае увеличивается до 9 единиц. К моменту достижения капсулы высоты в 10,5 километров, ее скорость уже упала с 28 тысяч до 800 километров в час. Для дальнейшего уменьшения скорости отстреливается крышка парашютного контейнера, и последовательно раскрываются парашюты. В конце атмосферного участка спуска вы действительно начинаете слышать шум ветра, вы почти преодолеваете звуковый барьер, и позднее возвращаетесь в зону нормального полета. Парашют раскрывается на высоте примерно 30 тысяч футов. Это очень критический момент и один из немногих случаев, когда выдача команды вручную в корабле «Союз» не предусмотрена. Эта система работает исключительно автоматически, пока она всегда срабатывала, и вдобавок у нас есть запасной парашют, который может помочь в случае нераскрытия основного. Это также и очень жесткий момент. Представьте себе капсулу массой 2000 килограмм, планирующую в атмосфере на скорости звука, и затем вдруг сбоку раскрывается парашют и тащит вас, как на качелях. Это почти как йо-йо, и вы видите вращение капсулы вокруг всех ее осей. Это намного хуже американских горок, поскольку эмоции клещут через край, и некоторых это немного пугает. Другим же этот момент воспринимается как забава. Иной скажет «Это лучший полет в моей жизни». Затем, несколькими минутами позже, на высоте 8,5 километров, тормозной парашют вытягивает купол основного парашюта площадью в 1000 квадратных метров. И тот замедляет снижение до 22 километров в час. Капсула подвешена под парашютом под определенным углом относительно земли. Этот угол помогает рассеять тепло, накопленное поверхностью капсулы, и ее конструкции во время спуска. Затем, конечно же, как только основной парашют раскрылся, вы попадаете в спокойную атмосферу. После жесткого спуска, жесткого раскрытия парашюта, теперь вы безопасно висите под парашютом, медленно опускаясь на землю. И это в действительности тот момент, когда вы знаете «Да, я в безопасности, мы справимся». На высоте около 5,5 километров отстреливаются головной теплозащитный экран и внешние стекла иллюминаторов. Из баков капсулы, находящихся под избыточным давлением, сбрасываются топливо и кислород, чтобы снизить риск взрыва при ударе об землю. Для перевода аппарата в нужную для посадки ориентацию, основной парашют перецепляется на симметричную подвеску. Этим обеспечивается положение кресел членов экипажа, идеальное для амортизации удара об землю. Двигатели мягкой посадки, ранее закрытые теплозащитным экраном, теперь готовы к работе. Кресло внутри капсулы автоматически поднимается для подготовки амортизаторов. Обычно поисково-спасательная служба, оснащённая самолётами и вертолётами, начинает отслеживать капсулу Союза ещё до раскрытия первого парашюта. Вскоре после касания аппарата на земле, вертолёты приземляются рядом с ним, и спасатели помогают экипажу выбраться наружу. На высоте 70 сантиметров срабатывают шесть двигателей мягкой посадки, уменьшающие скорость приблизительно до 5 километров в час. Капсула ударяется в землю, но кресла продолжают двигаться вниз, и амортизаторы обеспечивают экипажу более мягкую посадку. Мягкая посадка на самом деле не такая уж и мягкая. Вы готовитесь к ней, прижимая руки к телу, чтобы не касаться металлических частей. Прижимаете к себе документацию, не разговариваете, чтобы язык не оказался между зубами. И стараетесь улечься как можно глубже внутри кресла. И вы ожидаете этой мягкой посадки, которую я воспринял как хлоповое столкновение между грузовиком и маленькой машинкой. И, конечно же, я был в маленькой машинке. Это было как бадаму. Все затряслось, а потом тишина. Все остановилось. Я осмотрелся вокруг, взглянул на членов моего экипажа, и затем сказал, «Эй, ребята, добро пожаловать обратно на землю». После приземления одной из первых обязанностей командира является отстрел одной из двух стринг, соединяющих капсулу с парашютом. Это важно, поскольку при ветреной погоде предотвращается волочение аппарата по земле, наполненном куполом. Вы знаете, что вы на земле, слышите голоса спасателей, находящихся рядом, понимаете, что через пять минут люк будет открыт, и вы сможете вдохнуть свежего воздуха. Члены экипажа безопасно возвратились на землю. Скоро они будут вновь со своими семьями, и начнется процесс реабилитации после удивительного путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok